Чем сейчас живет наш регион, расскажут журналисты канала ПС и я, Артемий Заварзин. Добрый день. Пожалели, что закрыли. В российской глубинке могут появиться более тысячи новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на днях заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По словам министра, для достижения поставленной задачи ведомство разработало новый приоритетный проект. С его помощью будет построено около тысячи фапов и сельских врачебных амбулаторий. В Архангельской области в фапах нуждаются как минимум 22 муниципалитета. Но по мнению регионального Минздрава, гораздо острее стоит проблема нехватки медперсонала. Фапов по морю гораздо больше, чем фельдшеров, готовых в них работать. На сегодняшний день по области около 105 фапов находятся в состоянии приостановленной работы. Приостановленная работа – это, к сожалению, медицинский сотрудник, который вышел на пенсию, или по каким-то другим естественным причинам переехал в другой регион или в другой поселок. И мы не можем сейчас заместить каким-то другим фельдшером. Всего на территории региона действует свыше 400 фельдшерско-акушерских пунктов. Стали известны предварительные итоги первых экзаменов, которые сдавали выпускники школ Архангельской области. ЕГЭ по информатике, а также сложный экзамен по профильной математике. 11-классники сдали лучше, чем выпускники прошлого года. Информатику выбрали более 500 юных северян. 61 человек показал высокий результат в диапазоне от 80 до 99 баллов. Что касается ЕГЭ по математике профильного уровня, то в этом году экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников. По сравнению с 2016-м почти на треть сократилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог в 27 баллов. Проверка работы и анализ результатов были проведены оперативно благодаря технологии сканирования бланков ЕГЭ. В Архангельской области все пункты проведения экзаменов используют именно эту технологию. Сейчас в Новодвинск, там в самом разгаре дорожный ремонт. Подрядчики не медлят. Улица Двинская, Пролетарская и Советов уже отделись в новый асфальт. Качество ремонта проверяет дорожная лаборатория. Толщина асфальтового слоя должна быть не менее 4,5 сантиметров. Пробы показали. Все в норме. К подрядчику претензий нет. Он в прошлом году у нас сделал дорогу у Ворошилова. И в общем-то в целом мы довольны, как она сделана, как она простояла год. Кроме этого, по этим дорогам, которые мы принимаем сегодня, у нас безусловно есть опять же гарантийные обязательства. Если что не так, то мы, скажем так, применим эти гарантийные обязательства. Гарантия на обслуживание магистрали составляет три года. Качество работы подрядчика в центре внимания не только городской власти, но и общественного контроля. Давно не делали капитальный ремонт этих дорог. И на данный момент очень комфортно стало ездить по этим дорогам. Добавлю, что в этом году на ремонт дорог на Водвинске выделено свыше 5 миллионов рублей из городского бюджета. Два десятка дворов областного центра этим летом будут благоустроены. Финансирование работ пройдет в рамках федеральной программы ЖКХ и городская среда. Напомним, из федерального бюджета для реализации национального проекта Архангельская область получила 247 миллионов рублей. Часть средств пойдет на обустройство скверов, парков. Остальные деньги будут направлены на обновление дворовых территорий. Перечень счастливчиков уже составлен. В него попали 20 дворов из 85 заявленных. Еще 4 в так называемом резерве. Возможно получится так, что в связи с проведением аукциона у нас появится некая, ну так скажем, излишки. Вот этот резерв, вот эти лишние деньги, они будут впущены на те дворовые территории, на те 4 двора, которые попали в резерв. Аукцион по определению подрядной организации пройдет до конца июня, а в июле дворы Архангельска начнут преображаться. Теперь в Котлас, в дни празднования столетия города, там открылся театральный сквер. Он расположился рядом со зданием драматического театра, по сути, в своем историческом месте. Открытие театрального сквера устроители посвятили двум важным событиям годом – столетию Котласа и первому международному фестивалю уличных театров. Им, актерам, и было предоставлено право первым оценить усилия ландшафтных дизайнеров и авторов проекта коллектива Котласского драматического театра. В Котласе нашли много общих тем. Мы любим театр, хороших ждем перемен. Ждем ролей, спектаклей, новых миссансцен и ремонта скорее старых стен. В ходе реконструкции зеленой зоны территорию выровняли, убрали деревья переростки, установили скамейки. Пешеходная дорожка в виде деревянного настила связала три площадки. Украшения каждой – уникальные арт-объекты. Когда зритель собирается на спектакле, он хочет где-то посидеть, отдохнуть, погулять. Вечером здесь будет подсветочка, здесь очень приятно будет для зрителя. Обсудить после спектакля нашу работу артистов. В нашем городе очень много творческих людей. И взрослых, и детей великолепных, талантливых. Поэтому это еще одно место притяжения творческих сил. Это здорово. Уличная сцена удобна для проведения творческих мероприятий, выступлений артистов и музыкантов. В день открытия опробовали площадку и барды. Участники фестиваля «Северная рапсодия». Похоже, настоящее лето приходит в наш регион. Облачное, с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Главное, что температура воздуха сегодня достигнет отметки плюс 21 градус. А выходные столбик термометра может подняться и до 30. Осадков также не ожидается. А вот в лучах солнца погреемся. При этом региональный МЧС предупреждает. В лесах из-за сухой погоды введен повышенный класс пожароопасности. Будьте бдительны и аккуратно обращайтесь с огнем. Напоминаем, что жечь костры в лесу запрещено. В 16 часов наши новости снова с вами. Будьте с каналом ПС. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!